раскатываем глину на двоечки у меня есть вот такая вот форма сейчас мы должны примерить приблизительно легкий отпечаток стали и по этой линии мы будем наносить сначала золотую пудру перед этим конечно мы тщательно выкладываем нашу полимерную глину водичкой буквально самый краешек для того чтобы чуть-чуть поблескивала а а берем наши блестки и начинаем по этому краю наносить, сначала лучше нанести, а потом придавливать за счет того, что наша полимерная глина сырая и имеет клейкую поверхность, конечно у нас все это приливает центр не трогаем видишь, я его просто устрахиваю если необходимо в центре мы можем почистить берем салфеточку влажную так как мы делаем объемный лишнего чтобы было в дальнейшем удобнее работать с формой подготовили лицевую сторону пусть она у нас полежит рука и приступим к самой застежки чтобы было удобней сделать такую застежку можно ее вырезать из бумаги по клеточкам любой формы единственное примеряем часть мы будем обрезать для соединения на изгиб то есть туда куда мы будем вставлять нашу веревочку и сам язычок то есть вот такого размера вполне достаточно вы можете сделать крупнее и более необычная форма это ваше желание опять раскатываем глину примеряем наш язычок лишнее можно чуть-чуть обрезать чтобы нам мешали края берем нашу фольгу и изнаночной стороной прикладываем аккуратно прикладываем тщательно чтобы она прилипла везде можно даже чуть-чуть прокатить не торопитесь в этом этапе берем и резким движением нам необходимо снять вот так теперь мы вяжем нашу форму еще раз хорошенечко пришиваем и вырезаем нашу застежку сжимаем сжимаем вверх заметочки круглым мягким лезаем обязательно скваживаем край сперва придавливаем так же можно сбоку нанести наши плёстки там где чуть-чуть осталось черной длины конечно подравливаем все подготовили изнаночную часть чуть больше нашей формы тщательно ее приглаживаем к основе на которой мы будем запекать если вы где-то плохо прижали при запекании может повести форму поэтому это это очень важно тщательно прижимаем к форме берем нашу первую заготовочку и лицевой стороной укладываем вовнутрь чуть-чуть прижимаем к краям и начинаем углублять в центре прижимаем к краям и прошиваем сейчас мы должны подровнять нашу форму единственное если будете обрезать то не острой частью а у нас клинка протянулась а 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 Сейчас мы с вами сделаем универсальную застежку и концевики на нашу веревочку. По ширине вашей веревочки для застежки вы складываете дважды и приблизительный размер катаем из бумаги. На этой основе мы будем запекать. Также используем подходящую по ширине палочку для одной веревочки, именно ширину ее, для того, чтобы сделать концевики. Итак, я подготовила из остатков глину, переворачиваем ее лицевой стороной на досточку, один край обрезаем и начинаем аккуратненько приподнимать и скручивать. Докрутили до основания и обрезали. Вот этот вот стык мы сначала вовнутрь сминаем, обязательно прищипываем и заглаживаем. И аккуратно по всей поверхности, немножечко придавливая, мы прокручиваем, чтобы у нас шов совсем ушел, спрятался. Вы можете сделать ее круглой, но непривычно делать его. Поэтому я беру любую, можно линеечку, можно тот же самый, то же самое лезвие и аккуратненько придавливаю со всех сторон. С первого раза, конечно, у вас не получится выпрямить форму. Сначала мы наметили, после этого начинаем аккуратненько вздавливать со всех сторон. Берем сначала верхнюю часть, подрезаем, ставим лезвие под углом 90 градусов и потихонечку прокручиваем. С одной стороны и с другой стороны. То есть здесь трёжка максимально у нас сантиметра в два с половиной. Три это уже даже много. Вот два, два с половиной. Таким же образом мы делаем концевики. Меренькая достаточно. Одна и три. Еще приподняли. Закрутили, обрезали и сглаживаем наш шов. Тщательно зажимайте, иначе он треснет в процессе или запекания или сборки. Сперва обрезаем наши края. И концевики делаем приблизительно по одному сантиметру. У меня даже на три получилось. Можно сделать за ниточки. Сверху мы обрезаем. Будьте аккуратны, мы просто разделяем. И отправляем в духовку. Она слегка запеклась. Сейчас нам необходимо будет присоединить наш язычок. Для этого мы у основания слегка проходимся жидкой пластикой. Присоединяем. Аккуратненько так. И начинаем удлинку. Приятного аппетита. Приятного аппетита и. Приятного аппетита. Приятного аппетита. чтобы не было видно наших следов защитов также смазываем наш кончик и обратно кладем о форме и 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